Так, меня видно? Хорошо? Ну, вообще хочу сказать большое спасибо организаторам за то, что сегодня я выступила, выступаю. И хочу немножечко рассказать, чем занимаюсь, что делаю, показать некоторые свои работы. Давайте, наверное, я начну сразу с презентации. Всем добрый вечер. Забыл поздороваться. Ага, все хорошо слышно. Все, спасибо большое. Ну, где-то примерно, да, в районе 10 лет назад я именно конкретно с букетов из конфет и начала свой такой бизнес-путь. Сначала по чуть-чуть, понемножечку делала какие-то небольшие букетики, ну, а потом уже более глобальные, так затянуло, что свет-дизайн дал мне, как бы, путь именно в творчество, как работа. То есть я хобби перевела в работу. Ну, а теперь уже, как бы, представила Лариса, сказала, что я хозяйка мастерской. У меня есть, ну, чем я могу гордиться, есть мастерская, которые и приходят заказчики, то есть мы общаемся, обсуждаем какие-то заказы, вот, и также провожу мастер-классы там. Вот. Ну, давайте я немножечко покажу вам то, что я делаю. Так, секунду, я переведу презентацию. Честно, нервничаю, потому что на таком большом мероприятии я впервые, поэтому если что-то скажу не так, прошу прощения. Так, делюсь. Это, собственно, я. Меня зовут Наталья Дроздова, но в своё время я была известна под моим рабочим псевдонимом Таша Дрозд. Вот. Ну, некоторые старые работы, в принципе, у меня так и сохранились под моим вот этим псевдонимом Таша Дрозд. Работаю в различных техниках, создаю различные вообще и подарки, и интерьерные какие-то вещи, то есть это, ну, от каких-то в эко-стиле, это что-то, может быть, и более глобального. Одно из, так скажем, образований у меня, я дизайнер интерьеров, что, в принципе, помогает мне творить. Так, секундочку, сейчас я покажу вам свои работы. Это уже, как бы, некоторые старенькие работы, начну с них. Значит, чем я занимаюсь? Я занимаюсь подарками. Подарками и в свет дизайны, подарками в оформлении стекла, а аксессуары-украшения. С 2010 года я перешла немножечко из вид дизайнов именно в украшения. По сей день делаю кое-что. Свадебные аксессуары очень редко, но с большим интересом берусь за проекты, которые необычные и классные. Ну, букеты из конфет. Вот перешли на эту тему. Данным композициям лет по четыре, по пять. Вот композиция, которая внизу, вообще старенькая совсем. Вот, в принципе, мои старые-старые работы. Композиция, которую я сейчас... Ирисы, например, эта работа была сделана в эту Пасху. Вот, и была, как бы, сделана на мастер-классе. То есть вместе с моими девочками мы вот сделали такую красивую, шикарную вещь. Свадебный парусник. Это вообще совершенно недавняя наша работа. Это летняя у нас. Вот такая красота получилась вместе с пиончиком. Как меня найти? Я сегодня очень так это быстро по работе, как бы, ну, прогоняю свои работы, чтобы не заострять внимание, потому что у нас сегодня будет достаточно глобальный мастер-класс. Немножечко попозже я расскажу предысторию. В ВКонтакте я так и называюсь. Таша Дрозд. То есть, в принципе, девчоночки, приглашаю дружить и общаться. А также на свои занятия. Ну, и немножечко по работам, которые более современные, которые я сейчас делаю. То есть вот такого плана композиции, классическое исполнение, классические букеты. Очень часто заказывают. Корабли тоже тема одна из моих интересных, из-за которой я берусь с удовольствием. Корабли свадебные, новогодние. Ну, в чем изюминка моих кораблей? Я все делаю из картонного каркаса. То есть сам корабль делается не из пеноплекса вырезается, а делается по индивидуальным шаблонам из картона. И плюс ко всему обклеивается, декорируется именно тканью. Вот, кстати, вот этот свадебный корабль сегодня и представлен, мастер-класс данного корабля представлен для продажи. То есть вы сегодня можете зайти, посмотреть и приобрести со скидкой мастер-класс данный. Он упакован, полностью подробно все расписано, видео, фото, какие-то материалы. А также плюс консультации при работе. Вот такие деревья. Тоже недавняя работа. Данный мастер-класс тоже приглашаю, да, посмотреть, приобрести, если кому-то это интересно. Данный мастер-класс проходил вживую у нас онлайн. Вот мы создавали, чем он интересен? Мы создавали цветы из гофрированной бумаги, аж три вида. Это фрезия, хризантема, бутоны, розы. И как бы более в таком облегченном виде. То есть я постаралась более подробно рассказать и показать, как, в принципе, просто можно сделать такие вещи. Ну и еще одной изюминкой данной композиции является то, что мы даже горшок декорировали сами. Раз мы творческие люди, значит, будем делать все. Декор горшка тоже прилагается. Вот. И хочу показать еще такой вот букетик. Ручной букет с лилиями. Чем хорош букет? Тем, что у нас скоро что? Первое сентября. С чем ребенок пойдет в школу? Какой-то нужен преподнести какой-то презент, подарок учителю. Вот. Был придуман данная композиция, которую, в принципе, можно подарить на 1 сентября. Но не обязательно. То есть это классическое исполнение букета. Треугольной вытянутой формы. Очень интересная при изготовлении. Вот. И чем интересна еще композиция тем, что данную композицию по стилю можно подарить даже мужчине. Единственное, что видоизменить цветовую гамму. Вот. Ну, все, что я хотела пока вам показать. Данный мини-курс состоится в режиме онлайн 15 августа. То есть уже вот-вот-вот скоро. По-моему, 5 занятий. Я вот сейчас не помню. То есть все в режиме онлайн. Мы вместе с вами творим в течение 5 занятий. Так. Сейчас опять переключусь на себя и покажу кое-что из... Вот в живой, да? Работы кое-какие, чтобы вы тоже как бы поценили, посмотрели. Так. Вот эту штучку пока уберу. Ну, и хочу показать вам тоже мою любимую работу. Этот как бы букетик у нас был на курсе. Вот такая вот интересная штука, чтобы вы в живую посмотрели на мои композиции. Такая вот. Очень люблю. Стоит очень давно у меня. Никому не отдам. Люблю яркие цвета, поэтому вот некоторые вещи оставляю у себя как... Ну, просто как интерьерные такие декоративные штучки. Так. Ну, и давайте, наверное, немножечко я расскажу, чем мы будем сегодня с вами заниматься. Заниматься мы будем с вами оформлением, но не обычным оформлением. У меня у подружки день рождения. Вот. Ну, подружка такая достаточно романтичная особа, и захотелось подарить ей не просто какой-то там у нас, ну, просто букет, да, хочется с каким-то, с какой-то изюминкой. Была придумана такая композиция в стиле французских вечеров, так скажем. Вот. Но еще одной изюминкой – это вот бутылочка шампанского или вина вот в таком вот оформлении. Я из материала вам говорила подготовить бутылку вина вытянутой формы, но не говорила для чего. Вот смотрите, вот такая дама, как бы прилагается, мастер-класс этой дамы прилагается к нашему сегодняшнему мастер-классу. Мы сегодня с вами сделаем очень красивое, ну, я так думаю, мы сделаем шикарное оформление для данной дамы. А даму вы потом оформите сами. Это как подарок вам. Вот. То есть сначала, как бы, для меня родилась вот такая вещь, но просто дарить хочется с каким-то, ну, интересным там антуражем, да, внешне. Вот. Поэтому сегодняшний мастер-класс у меня и как раз будет подготовка к общему такому вот интересному виду. Так, показываю еще раз даму. Она у меня вся такая рыжая. Я еще раз говорю, что я люблю яркие цвета. Не обязательно вам, конечно, тоже в таких тонах делать такую штучку, вещичку. Вот. Можно сделать и вот в таких. Покажу сейчас еще и вот такую даму. Вот. Но сегодня я именно буду композицию делать именно для этой бутылочки. вам. То есть мы саму даму делать не будем. Мы будем делать только подставку, декоративную подставку, которую очень интересно можно подарить. Ну, все. Давайте я сейчас переключу камеру, чтобы видно было мое рабочее место. Вот. И мы начнем с вами творить. В принципе, можно включать наши клеевые пистолеты. Так, Наталья пишет, на днях меня попросили срочно оформить шампанское в подарок. Очень пригодился мастер-класс. Спасибо. Ну, давайте сегодня, значит, мы с вами начнем работать. А бутылочки вы просто свои оформите уже, когда получите ссылочки на мастер-класс дамы. Вот это такой небольшой вам подарок. Так, все, секунду, переключаюсь. Так, немножечко, может быть, камеру придется мне поправить, если что. Так, насколько видно мой рабочий стол, где мы будем с вами творить. Вот так вот. Итак, первое, что мы сделаем, ну, ассоциация. У меня вообще ассоциация с Францией – это кованые какие-то заборчики, какая-то кованая мебель, которая стоит в кафе на улице. Вот. И, в принципе, мне хочется что-то такое сделать. Вот. Поэтому первое, что я сделаю, я сделаю небольшую имитацию. Такой вот кованый, ну, штучек. С чего начнем? Начнем с обычных шпажек. Так как у нас, ну, нет такой возможности, да, там, сделать что-то натуральное, будем имитировать. Нам нужно для этого кисть, черная акриловая краска и шпажечки. Первое, что сделаем, мы покрасим несколько штучек шпажек. Пока они будут сохнуть, мы с вами… Ольга пишет, рада видеть знакомые обои. Да, у меня теперь немножечко с другой стороны стоит камера. Вот. Так, показываю. Значит, что я делаю? Слава Богу, есть у нас такая штучка, как пеноплекс. Да, я просто сейчас вставляю несколько штук шпажечек тоненьких. Можно прям близко к друг дружке, насколько это возможно. Ну, сколько? Давайте, наверное, штучек 4, 5, 6. Вот так вот поставлю, можно и больше, в принципе. Вот, и покрашу черный цвет. Почему черный? Потому что у нас кованые штучки, кованая мебель, она все-таки черного. Ну, иногда бывает бронзовый отлив, но это уже очень редко. Поэтому все делаем черным цветом. Почему акриловой краской? Потому что акриловая краска при высыхании меняет свою структуру и становится похоже на пленочку. Вот. Она не пачкает. И плюс она у нас немножко при механических каких-то воздействиях, при воздействиях с водой, просто как бы не растворяется, не смывается, что очень-очень нам подходит. У тебя несколько штучек сейчас покрашу. И пусть сохнет. Краска сохнет быстро. Вот. Это большой плюс. Ну, и еще очень хорошо акриловую краску использовать даже при покраске, например, гофрированной бумаги. Вот. Я с одной стороны покрасила. У нас сегодня с вами как-то все глобально. И надеюсь, мы все успеем с вами сделать. Даже не надеюсь, а мы должны с вами все успеть вовремя сделать. Подкрашивать потом еще по месту будем. Но первое, что мы сделаем, вот несколько штучек, шпажечек мы с вами подкрасим. Я думаю, наверное, еще нужно будет. У меня их сколько здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Наверное, еще две штучки. Вот. Вот такой вот черный-черный получился забор у нас. Так. Сейчас я посчитаю. Если мы поделим пополам, давайте, наверное, я еще две подкрашу. Потому что, ну, кто его знает, там, вдруг не хватит, потом красить дополнительно. Как-то неохота все пачкать. Поэтому я сейчас быстренько все это еще две штучки подкрашу. Пока сохнет, мы с вами займемся самой подставочкой. Потому что подставку тоже нужно глобально сделать под размер вашего вина, вашей бутылочки. Бутылочку, если вы, например, хотите сделать, например, даму для данной бутылки, для данной композиции, то лучше всего взять вытянутой формы. Но, в принципе, смотрите, вы можете данную бутылочку не обязательно превращать в даму. То есть данная композиция может стать декоративной. Так, потеряла я. Секунду. Далеко-далеко увела баночку. Данная композиция может стать просто декоративной подставкой под ваше вино. То есть вы просто поставите бутылочку туда и все. Вот, убираем сохнуть. Ой, сохнет. Берем подставочку. Значит, я по материалам говорила подготовить картонку 15х20 и такой же кусочек пеноплекса. Вот у меня пеноплекс с такой выемкой оказался. В принципе, очень хорошо. Можно будет, если что, вырезать. Вот. Так, и что еще приготовить? Приготовить ножницы, ножик. Мне форма пеноплекса, вот эти угловатости, мне совершенно не нужны, поэтому мы сейчас будем их обрезать. И чуть-чуть форму, мало того, я форму скруглю, ну, примерно где-то 2 см я пеноплекс сделаю поменьше, чем подставочка. Подставку мы тоже точно так же должны будем скруглить. То есть мы сейчас убираем фасочки. Лариса пишет, по-другому не бывает, всегда глобально интересные. Ой, кошмар какой. Сейчас перепугаешь, Ларис? Так, для того, чтобы резать, я использую мат. В скрабукинге очень штука такая замечательная, все его знают и очень интересно, ну, удобная при работе. Вот. Первое, что делаем, скругляем наши кончики, фасочки. Я делаю таким образом. Я беру, просто срезаю уголочки по касателям. Я делаю здесь на глаз, но что вы можете сделать? Вы, в принципе, можете приложить любой, например, кружочек, да, прочертить и потом дальше все скруглить по нему. Я всегда делаю на глаз, потому что для меня создание каждой композиции – это что-то такое индивидуальное. Такое, ну, там в процессе работы могут родиться какие-то идеи, например, превратить данный пеноплекс в более, ну, интересную форму, например. Так, вот эту вот я сейчас немножко срежу, хотя, хотя очень интересно, что она есть. Может быть, нам ее… Давайте так и сделаем. Я придумала. Так, мы вот здесь вот срежем фасочку под углом небольшим, ну, будет небольшой скос. Почему бы и нет? Вот так, аккуратненько. Очень жуткий звук издает, поэтому терпите. Так, вот под таким углом я. Когда вы режете ножом, вот этим вот, строительным, нужно, смотрите, нужно аккуратненько прорезать сначала верхний слой, следующий уровень – более нижний слой, тогда вот каких-то ямочек и рытвен не будет. Это небольшой совет, когда работаем мы с пеноплексом. Ну, здесь у меня немножко другой момент. Здесь мне пасочки нужно углы быть. Вот я под углом создам такой небольшой скос. Сейчас я его выровняю. Смотрите, то есть, в принципе, вы можете этот скос не делать, потому что идея родилась сейчас у меня в голове, а вы можете его не повторять. То есть, смотрите, это по желанию. У меня всегда что-нибудь рождается неожиданно, поэтому это нормально. И теперь я делаю уголочки. Немножечко я сейчас скос сделаю вот здесь. То есть, мы нашу композицию немножечко спустим вниз, сюда, на переднюю сторону. Так. Какое-то у меня не срезано. Сейчас срежем. Много-много мусора всегда остается у пеноплекса. Ну, куда деваться? Ну, в принципе, все. Что у меня получилось? Форма не совсем понятная, потому что, как бы, получается, здесь ровно. С этой стороны мы пока-то сделаем. А теперь что я делаю? Я теперь беру и прикладываю боковинками к столу. И с большой-большой силой, вот как у меня есть, я уминаю стороны. То есть, вот таким вот образом, чтобы сгладить все-все уголочки. Так. Так. И под углом, которым я отрезала, то же самое я беру и уминаю. Вот так вот. Все. А что-то можно пальчиками умять. То есть, в принципе, он нам, у нас позволяет такие манипуляции проводить с ним. Так. Теперь мы смотрим, насколько мы должны будем отрезать нашу картонку. Картонка сюда должна, ну, обязательно быть, потому что мы должны будем прорезать небольшое отверстие под наше вино, шампанское, под нашу бутылочку. Вот. Вот я сейчас беру, приложила. Чем-нибудь отметила. Я вот ножиком отмечу. Картонку можно взять любую, какая у вас есть. Это может быть гофрированный картон из-под коробки. Это может быть из-под, например, какой-нибудь тетрадки. Корочка. Может быть. Вот я вот здесь провела. Ну, а теперь отрезаем либо ножом, либо ножницами. Если ножницы позволяют такую толщину, отрезаем ножницами. То есть нам нужно сравнять дно. У вас сейчас фактически на глазах рождается сегодняшняя композиция. Так. Всё. Теперь мы убираем мусор быстро, чтобы нам ничего не мешало. Рабочее место должно быть совершенно чистое. Так. И прям 5 секунд подождите. Мусора нет. Ну, и дальше мы берем нашу подставочку. Так вот. Вот так, да, у нас? Вот. Вот. Берем нашу бутылочку. Если у вас бутылка, ну, ту, которую вы будете наряжать, прикладываем к пеноплексу с той стороны, где у вас будет сама дама находиться. Композиция будет находиться у нас справа, дама будет находиться слева. Примерно на расстоянии 3 сантиметра от края. То есть с одной стороны 3 сантиметра, и сзади тоже 3 сантиметра. Теперь мы берем какой-нибудь карандашик. У меня здесь не очень удобно, потому что у меня кружево мешает. У вас, ну, бутылочка более открытая, то есть вы здесь элементарно можете взять и провести. Вот я здесь сейчас проведу. Так, карандашом провожу вдоль, ну, по всему контуру бутылки. Так. Вот теперь такое дверствие нам нужно отрезать. Там, где будет стоять моя бутылка. Что, режем? При нарезании в данном, например, ноже, обязательно следите за тем, чтобы верхняя часть не притуплялась. Как только вы чувствуете, что у вас затупился ножик, вы берете с помощью... Так, где у меня инструменты? Выбросила куда-то инструменты подальше, чтобы не мешали. Теперь берем еще. Так, секунду. Вот они, мои любимые. С помощью длинногубцев или плоскогубцев я удаляю деление. Ну, а дальше мы начинаем прорезать. Стараемся аккуратненько. Сначала, как бы, первый кружок прорезаем на небольшом уровне. Чуть-чуть. Не глубоко. Чтобы ровненько у нас было. Так, чтобы ножик был перпендикулярно основе. Бывает, что не сразу получается. Что-то придется нам подработать. Вот. Мы не идеальные с вами, мы не машины, мы всего лишь люди. Вот. Поэтому что-то у нас сразу может и не получиться прорезать. Ну, а дальше потом я все глубже, глубже углубляю, прорезаю дно. Так. С обратной стороны можно увидеть, где я там прорезала, надавливала. Вот. Сейчас вот как раз вернусь. Хорошо прорежу. Так. Ну, где-то там у нас по точкам образовавшимся я, в принципе, в легкую могу сейчас надрезать то, что у меня получилось. Получилось, конечно, не совсем ровненько, но ничего, мы сейчас исправим это. Все. Обрезаны края. Я просто по касательной вот так скруглила все края. Скруглила. Ну, здесь больше скруглила, здесь меньше скруглила. Девчонки, на самом деле от формы у нас композиция не изменится, поэтому расслабьтесь. И как хотите, так ее и вырежьте. Она даже интереснее будет смотреться. Вот. Так, сейчас я вот немножко вот в этом месте подрежу чуть-чуть. Раскрою свою бутылку. Посмотрю, что у меня там получается. Ага. Ой, как хорошо она входит. Сильно-сильно-сильно крепко. Поэтому нам же еще нужно будет проклеить там изнутри. Поэтому сейчас бутылку вставила и чуть-чуть я ее вот так вот надавливаю из стороны в сторону вправо, влево. Чуть-чуть для того, чтобы пеноплекс изнутри смять. Так, вот такими. Опа, все. Теперь я подняла. Все, в принципе. Ну, можно додавить уже пальчиками. То есть прибежаться вот так вот пальцами изнутри. Он достаточно податлив. То есть таким образом мы его, где нужно, сомнем. Ну, все. Давайте теперь весь мусор уже точно убираем. Если что, там, ну, порезать нужно будет. Ну, потом положу доску обратно. Пока ее убираю. Даму нашу поставим так, чтобы примерно по цветовой гамме видеть. Вот. И что нам сейчас нужно? Нам нужна гофрированная бумага зеленого цвета. Площадочка у нас будет зеленая. Я сегодня принесла, смотрите, какое изобилие цветов. Выбираем вот какую не хочу. И яркая, и фисташковый цвет. Вот хочется вот такой вот фисташковый. Он более поспокойнее и, в принципе, подходит к моей даме. Хотя можно взять и поярче. Но яркий цвет нам преимущественно красивее будет. Ну, как бы хорошо будет смотреться в весенней теме. Более такой темный как-то, да. Ну, такой вот я выбираю. Но, в принципе, я могу двух цветов листики сделать. Поэтому светлый далеко не убираю. Так, номер бумаги 562, который я использую. Вы используете любую зеленую, которую у вас есть. Маргоша говорит, фисташковый лучше. Вот я вот его и взяла. Более темный такой. Так, смотрим, где у меня дно. Ага, вот здесь. Сначала я подставочку, то есть подставку сначала наклею, а потом уже пеноплекс. Убираю, раскладываю. Так, так, поближе ко мне. Сейчас опущу пониже, чтобы видно было получше стол. Вот так вот. Теперь я раскладываю бумагу. Вот, и вот с этой стороны я буду клеить. Так, у меня секунду. Заканчивается клей. Поэтому я сейчас ставлю. Все клеим на термоклей. Вот переворачиваю площадочку свою. Видите, какая она неровная? Неровная. Потому что я сегодня просто наслаждаюсь созданием своей композиции. Этого видно не будет, потому что мы с вами все потом задекорируем. Так, наношу клей. И аккуратненько прикладываю к основе. Все. Так, Олечка, добрый вечер. Так, теперь я основу отрезаю излишки. Оставляю примерно сантиметр. Обрезаю, оставляю сантиметр. Вот так вот, на загиб. Выбрасываем. Ну, теперь будем клеить. Здесь я как-то неровно порезала. Ну, ничего страшного. Так, ну и теперь мы с вами наносим. Наношу термоклей, в принципе, на сам край. Так вот, нанесла. А левая рука, как помощник, она у нас придерживает. Правая рука у нас всегда рабочая считается. Вот. Если нужно где-то подконтролировать. Так, наношу. И вот так вот загибаем потихоньку, как пельмешки. Пельмешки, либо пирожки. Такой вот у нас бумажный получается, бумажная работа. Вообще, я очень люблю с тканью работать. И, в принципе, вот такие подставочки очень интересно получается, если использовать, ну, какое-нибудь жутовое полотно. Какой-нибудь, ну, даже, знаете, стандартные какие-нибудь ткани. Жаккардовые, габардин даже тоже неплохо будет смотреться. Вот. Если, например, есть какие-то, ну, портьерные остатки от штор, тоже классные вещи. У меня очень много работ именно с использованием тканей. Но сегодня я делаю именно с бумагой, потому что я знаю, что те, кто занимается светодизайном, у них этого добра бумажного очень-очень много. Получается дно, где мы обязательно какой-то свой лейбл, может быть, какие-то визиточку можно будет прикрепить. То есть на задней стороне мы что-нибудь оставим о себе. Вот. Так. Ну, и теперь нам нужно вот это дно сделать. Первое, что сделаем, мы задекорируем внутри. Так, я сейчас приложу, посмотрю. И место, где у меня будет стоять моя бутылочка, в этом месте я тоже гофрированную бумагу приклею. То есть я сейчас отрезаю какой-нибудь квадратик, 10 на 10, например. Так. Ай, немножко через руку режу. Наношу термоклей. Вот так бумажечкой, так вот приклеиваю. Если что-то где-то не приклеились, вот эти вот остаточки, их можно будет или доклеить, или отрезать. Их видно не будет, поэтому, в принципе, мы смело просто можем кромсать. Так. Дальше мы берем бумажку опять гофрированную. А бороздки у нас вертикально. Отрезаем по диаметру нашего круга. Так, я сейчас приложу, посмотрю, сколько примерно это получается. Ну, сантиметров, я так думаю, 20. Отрезала. Остатки потом у нас уйдут на листики. Так. Мы должны будем зафиксировать внутри. Так, первое, что я сделаю, я сейчас делаю трубу. Так. Так, добрый вечер, опоздавшиеся. Так, опоздали, опоздали. Но ничего страшного, посмотрите потом. С самого начала, пока запись будет в доступе. Так, что мы делаем теперь? Теперь я рукой аккуратненько прикладываю и должна буду приклеить. Вот. Но пеноплекс бывает, ну, не такой термостойкий. Поэтому, когда мы на клей клеим что-то, мы обязательно наносим сам клей на бумагу, а не на пеноплекс. Потому что пеноплекс бывает нестойкий. И плюс ко всему, пары, которые будут от него исходить, когда мы будем капать пистолетом, да, они не всегда, точнее, всегда не безобидны. Бережем свое здоровье. Вот я сейчас нанесу, так вот, по периметру. Все делаю быстро, аккуратно, но достаточно быстро, потому что термоклей у нас очень быстро остывает. Так, раз. Ну и дальше аккуратненько здесь левой рукой перехватываю, а правой рукой растягиваю то, что у меня получается. Так вот. Вот, в принципе, где-то схватилась, где-то у меня. Девчонки, буду убегать, если с экрана, то возвращайте обратно. Потому что я сейчас нахожусь в творческом процессе. Ну вот все, я как бы саму трубочку эту приклеила. Сразу барабаньте, кричите, убежала. Так, отрезаю, оставляю где-то сантиметр зазорчик. Хрущу я вам толкну бумагой по чуть-чуть. И с верхней стороны тоже оставляю зазор. Хотя можно и не оставлять. Нет, чуть-чуть надо оставить, чтобы загнуть поаккуратней. Припуски-допуски. Вот. Ой, выбегаю, наверное, с экрана, меня нифига не видно. Так, ну и теперь я наношу термоклей уже на сами бортики, аккуратненько. Таким образом разглаживаю. Левой рукой, естественно, придерживая. То есть правой мы разглаживаем, левой рукой придерживаем. Сильно аккуратно стараться не нужно, потому что здесь я декоративную, как бы, либо веревочку сделаю, вот, либо тесемочкой можно будет закрыть. Так. Ну и с этой стороны тоже мы загнем обязательно, чтобы все-таки изнутри было более покультурнее у нас. Так. Вот аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько я сейчас вот так вот загибаю. Так, здравствуйте. Который раз не могу войти в комнату вещания. А что случилось? Так. Все, смотрите, изнутри можно еще немножко придавить саму вот эту поверхность, вот, чтобы она поровней была. Маргоша говорит, у нас так тяжело найти губ, даже нужного цвета. Сердце крови обливается. Как вы лихо с ней расправляетесь? Ну, я как расправляюсь? Я расправляюсь для композиции. Ну, девчонки, вообще, да, проблема с гофрированной бумагой, поэтому я периодически девочкам говорю, в принципе, хорошая альтернатива – это использовать портирные ткани. То есть найти какого-нибудь мастера, например, частного. И у него, ну, иногда бывает, что тюки прям этих тканей лежат, и он с радостью с вами может поделиться. Вот. Поэтому так сделали. Теперь мы сейчас аккуратненько ее обмотаем. Обмотаем. Во-первых, нам нужно вот эту верхнюю сторону прикрыть и сделать дырочку. Я думаю, что дырочку, наверное, уже будем кромсать по месту. Хотя... Хотя нет, давайте сделаем так. Мы ее сейчас обрисуем. Вот. И уже будем клеить с дырочкой. Значит, как я... Сейчас опять вас буду пугать. Так, ну, в принципе, размер прикладываю от гофрированной бумагу опять. А у меня остаток-то не остается. Вот. От гофрированной бумаги у меня не остается никаких остатков. Вот. Маленький остаток. Но, в принципе, он может уйти на всякие там, не знаю, жгутики, веревочки, там, не знаю, листики. Поэтому... Я поэтому... Видите, как отрезаю бумагу? Ой, господи. Я, девчонки, не успеваю за чатом, если честно. Хочется почитать, не успеваю. Поэтому буду периодически... Ну, переключаться. Но пока так. Так. Карандашик. Вот так вот сделаю. Изнутри отмечу гофрировочку. Ой, гофрировочку. Запутали меня немножечко. Отмечают дело у меня тут. И аккуратненько вот так вот пробиваю. Чтобы отрезать. Вообще бумагу... Ну, я стараюсь экономно тратить. Но не всегда получается. Потому что, как говорится, когда в творческом порыве идея одна, вторая, пятая, десятая. Так, смотрите. У меня здесь будет композиция. То есть у меня здесь бутылочка, здесь композиция. И чтобы, в принципе, не портить, да, бумагу где-то, я уберу, надрезаю. Я потом все равно ее склею в нужном месте. Ну, для простоты просто уберу вот так вот и нужный кружочек отрезаю. Вот. Все, теперь беру свою. Кстати, этот кружочек тоже на листики уйдет. Поэтому куски бумаги оставляем. Так, так. Делаем я так вот. Вот, вот так. Вот так вот я сейчас ее приклею. Да, давайте, наверное, кончики вот эти потом я отрежу. Значит, первое, что я сделаю, я ее тихонечко сначала вот эту сторону приклею. То есть я наношу термоклей по периметру самого кружочка, который у меня образовался. Вот. И чуть-чуть наношу на основу. Потом прикладываю. Расправляю, пока он у меня не застыл, клей. Пальчиками расправляем. Пока поддается, классно. Вот эту часть первую мы сделали. Все. Так, разворачиваю, отодвигаю. Ну, здесь уже мы можем на самой гофрированной бумаге. Могу пистолетом вам весь обзор закрыть. Вот, поэтому некоторые моменты буду озвучивать. Так. Ну, теперь точно так же мы аккуратненько с небольшим натягом, если где нужно, вот здесь натянуть. Здесь можно вообще, вот где у нас был промежуточек, мы его немножечко раз подтянули, здесь подтянули. Подтянули. Все. Так, эту сторону мы сделали. Я немножечко могу сесть отдохнуть и поотрезать излишки. Отрезаем, отрезаем. Так. Делаем боковинку, потом будем все собирать. Вот эти места, то есть мы не пугаемся, все это лишнее, потом все это скроется. Либо тесеночкой, либо я еще одну фишечку вам придумала. Вот. Так что мы это все закроем. Беру опять гофрированную бумагу. Вертикально, где бороздочки у меня, ну, именно вертикально, потому что так удобнее приклеивать. Сколько отрезаем? Линейечку. Сейчас я возьму, померю ее. 20, 30, 40, 50, 60 сантиметров. То есть 60 сантиметров бумажки я должна буду отрезать. Я сейчас разверну ее, сложу пополам, вот, складываю пополам, отмеряю 30 сантиметров. Вот, как раз 30. Замечательно. Немножко уползла от вас, от экрана, но, просто как, когда, как мы режем бумагу. Вот немножко расскажу, как удобно, да? Вот я беру несколько раз ее складываю. Так, покажу. Для удобства. Еще раз складываю. Ну, наверное, в 4 раза достаточно будет. Меряем по размеру, сколько нам нужно. померяем. Можно чем-то отметить здесь. Я тут пальцем фактически отметила. Можно чуть-чуть побольше, где-то на сантиметр побольше отрезаем, потому что, ну, вдруг где-нибудь мы с вами не угадали. что, наверное, у меня может и получиться. теперь я это все... Так. Ну, и с какой-нибудь, например, вот с этой стороны я и начну приклеивать. Наношу термоклей на кончик, на пеноплекс не наношу. Вот. И аккуратненько, аккуратненько приклеиваю. Стараемся клеить так, например, чтобы сама бумага вот в нижней стороне была прямо в край, а сверху мы потом с вами отрежем. Например, вот. Теперь разворачиваю, как мне удобно с моей бумагой работать и с основой. Наношу. И с натягом приклеиваю. Почему с натягом здесь нужно приклеить? Потому что у нас идет небольшой скос. Сейчас схватилась бумажка. Еще раз так вот. Опять оканчивается пистолет. Ну, ладно. С небольшим вот так. Сейчас я разверну, чтобы видно было. С небольшим-небольшим натягом. Так вот я приклеиваю и прижимаю. Так. Дальше вот эти места мы либо доклеим, в принципе. Ага, здесь вот убежала. Ай-яй-яй! Пока она у меня не застыла, я ее чуть-чуть отклею. Секунду. Так. Ну и дальше идем. Так. Опять. То есть у меня получается, что нижняя часть, она прям вот в край. не очень удобно. Хочется, чтобы вы видели. Поэтому не совсем мне удобно ее держать, эту ленточку бумажную. А низ потом будем приклеивать. Ольга спрашивает, низ потом будем приклеить. Да, низ мы приклеим потом. потому что ну, так вот у меня получилось. В принципе, можно не сразу приклеить. Так. Кручу, верчу. Вообще, вертеть в подставочку можно в любом удобном для вас положении. Можете положить, поставить ее. поэтому не смотрите, как я ее кручу. Бывает так, что там и ноги задействуешь, и зубами что-то придерживаешь. Отрезаем. Вот этот кончик можно чуть-чуть пройтись. Так вот, раз, все. теперь отрезаем вот получившийся, зацепилось, край. У кого есть тесемочка, можете пройти с тесемочкой. Вот, а я говорила, да, то, что я придумала какую-то изюминку для вас, я хочу сделать косичку из данной гофрированной бумаги. В принципе, знаете как, низ мы оформим обязательно более декоративно, а вот здесь вот я хочу сделать косичку. Но здесь еще композиция будет, в принципе, косичку можно сделать на части. Ну, давайте, наверное, приклеим, потом уже будем. Так, так, здесь вот у меня, а, здесь вот убежала. Ну, ладно. Так, ну все, вот эту вот основу я теперь могу, в принципе, приклеить. Что-то она у меня немножечко, по-моему, не той стороной я ее приклеила. Наверное, там. Сейчас я ее сориентирую, секунду. Смотрите, я не той, наверное, стороной приклеила. Нет, той все правильно. Так, ну и теперь я сейчас аккуратненько приклею, то есть я край пройдусь, вот, карандашиком отмечу только, где у меня будет моя бутылочка стоять, вот здесь вот. Вот так вот. Ну и, не заходя за край бутылочки, пробегусь по всей основе. так вот пройдусь, так вот пройдусь, так вот пройдусь. Ой, цепляю камеру. Девчонки, извиняюсь, камера практически рядом со мной находится, поэтому вот цепляю ее рукой, вас немножко волную. Так, так, приклеили. Аккуратненько смотрим, чтобы она у нас в край шла. Боковинки мы потом с вами все заделаем. Все, чудо-подставка, быстро. Так, надо ее теперь заделывать. Я приготовила здесь вот такая вот, у меня тесемочка зеленого цвета есть. Есть вот такая вот веревочка бежевого цвета. Вот. И есть еще, например, вот такого плана тесемочка, это для любителей что-то такого декоративного. Ну, так как много этого всего под рукой у меня, в принципе, я могу использовать. Вот есть такого плана веревочка. Но веревочка вот этой тесьмой мы будем декорировать уже под конец, потому что здесь идейка еще, может быть, мы травку сделаем. Но это в конце. Вот такая, кстати, мне нравится. Смотрите, как красиво будет смотреться. Такая вот, под цвет особенно. Думаю, вообще классно. Так, давайте тогда мы сейчас верхнюю часть задекорируем. Не буду я мучиться делать косички. Косичку сделаю изнутри вот здесь. вот. А сейчас я тесьмочкой пройдусь боковинки вот эти вот. Смотрите, то есть можно зеленый, можно бежевый. Все будет смотреться красиво. Тесьма Шанель. Так, сцепляю. Цепляю с той стороны, где у меня будет сама композиция, для того, чтобы не было видно шва. И теперь аккуратненько так вот я загибаю к себе шнур, пробегаюсь клеем и аккуратно, аккуратно, так вот левая рука у меня помощник, об этом помним. с помощью левой руки мы вот так вот аккуратненько загибаем все швы. Так, что-то мне там... Так, Шанель. По поводу Шанель. Девчонки, вот эта вот тесьма называется тесьмой Шанель. Ее разновидности бывают разные. Вообще, как бы... Ну, сейчас я покажу. Я очень удивилась, что она так называется, но это реально так. Вот такая тесьмочка, которую очень часто используют в светодизайне. Вот она. Она бывает с переплетением как бы... Ну, одним, да? Есть переплетение сбоку еще какое-то декоративное какое-то переплетение. Тогда тесьма получается пошире. Ну, вот такая вот косичка крученая. Здесь еще тесьму крученую называют ее так. То есть, тут много названий, но вот это вот является как бы Шанелью. Вот. И все знают ее под этим названием. Вот. Ирина пишет... Ой, что-то там нахваливает меня. Так, сильно не надо нахваливать, а то сейчас где-нибудь напортачу. Расслаблюсь. Так, пробегаемся с небольшим натягом. Для чего нужен натяг, когда мы делаем по периметру тесемочку. Видите, какой нехорошая штучка здесь образовалась. Для этих целей у меня есть зажигалочка. Так как качество... Ну, Китай есть Китай. Периодически бывают такие вещи, поэтому то, что у нас вылезло, мы просто берем зажигалочкой, прижигаем. ху-ху-ху-ху-ху, не сгори только. Прижигаем, убираем. Вот. Зажигалка есть всегда под рукой, если мы работаем с лентами, с тесьмой, то есть то, что обязательно у нас может поплавиться. Так. Ну, все, смотрите, как хорошо по цвету. Хорошо, что вот этот цвет выбрала. очень он как-то это смотрится хорошо, мягенько. Вот. Ну, и плюс тесьма оказалась под рукой нужного цвета. Так, все. В принципе, нам тесемочка была нужна вот с краю и вот здесь вот. А вот здесь тогда мы косичку сделаем. Раз уж я обещала косичку, пусть это будет косичка. А у кого нет тесьмы, девчоночки, вы можете эту косичку, которую мы будем декорировать, но попозже сделаем. Сделать ее и везде, да, по периметру. Вот здесь вот я так сделаю и пройдусь, закрою внутреннюю часть. Хотя, сейчас я посмотрю, нет, не буду я косичку здесь, а здесь сделаю тогда другую, ну, такую же тесемочку, внизу, вот так вот. Вот. В процессе работы могут быть у меня такие вот интересные штуки, в чем бы и нет. Так, ну что, давайте, наверное, мы посмотрим, как у нас там наши шпажечки и приложим нашу даму. Давайте тогда косичкой здесь, не косичкой, а крученым шнуром здесь обыграем, а потом тогда нашу даму. Значит, как я делаю шнур, жгутики, шнуры мои. Беру гофрированную бумагу, отрезаю примерно где-то сантиметра два гофрированной бумаги, ну, полтора-два, там, когда получается, как. Вот так вот. Вот. И потом я ее скручиваю, то есть, с помощью пальчиков своих. Очень хороший массаж для рук. Вот. Я ее просто скручиваю. Такие вот жгутики у меня. Очень в декоре помогает при создании каких-то вещей. Алла говорит, в творчестве всегда все неоднозначно, постоянно меняется. Да. Я вот сейчас, видите, одно придумала, друг другое пришло. и в процессе работы я могу передумать и сделать много чего, каких-то вещей. Вот. И теперь вот этим вот, в принципе, вот этим жгутом я могу оформить вот сам по периметру вот это вот. Ну, мне нужно таких жгутиков, три штучки, потому что все-таки решила, пусть косичка будет. Вот. Я сейчас еще две штучки нарежу. хватит, наверное, надеюсь, нет. Вот Ольга говорит, тесьма в стыке всегда распускается, не получается аккуратно стыковать. Олечка, поэтому, когда тесьмой декорируешь, нужно выбирать то место, где будет какая-то композиция, чтобы закрыть. Либо можно, например, под рукой иметь какие-нибудь маленькие цветочки из той же самой тесемочки для того, чтобы для того, чтобы просто наклеить. Вон Маргоша говорит, ее слегка увлажняют через мокрую тряпочку, тогда легко крутить. Это кого крутить легко? Бумагу? Ну, да, бывает. Так, вот я теперь сейчас их беру, все три штучки, вот в одном месте их соединю, ну, можно на тот же самый термоклей. Так, так, жгутики. Понятно. У меня такого нет, это как бы быстро. Так, сейчас я, подождите, поищу, к чему бы мне их приложить, чтобы легче крутить было. А вот я придумала. Я берусь, например, у меня пластиковая основа есть. Почему бы и нет? Я взяла чуть-чуть, зацепила. Потом подручный какой-нибудь материал, то, что нашла под рукой. Так, ну, и теперь я просто косичку эту вот заплету. Как мы плели нашим детям? Или как нам в детстве мама плела косичку? Вот я косичкой вот этой вот немножко в обратную сторону плету. Не пугаемся, рука так взяла у меня. Что-то у меня сегодня. Так, изнутри, снаружи, что-то я ее как-то не так плету. Ладно, продолжаю плести. Плету наоборот называется. Получается, знаете, эффект вот этих уже ротанговых, ой, не ротанговых, как они называются, да, натуральные материалы. Все, заговариваю, все забываю. Потом их вот так вытянем и еще немножко пробежимся. Очень похоже на вот как будто натуральные прям. рафия, рафия. Жгутики, спиральки, палочка-выручалочка, конечно, хорошая штучка такая. Так, потом мы так вот еще выгнем, все, выпрямилась, получилась такая вот. Девчонки, плету наоборот, не знаю, почему руки мне так стали работать сегодня, но вот как-то так. Ольга говорит, твои жгутики это хит. Ну, потому что удобно. Я так, вот, на самом деле, когда, чувствуете, вот я сейчас вытянула эту веревку, когда нет материала под рукой, вот, кстати, вот этими вот косичками можно оформлять все, что угодно. Смотрите, как классно. Оно будет казаться, как будто это натуральный материал, рафия. Вот, и в то же время, например, шнур, чтобы купить какой-то шнур, побегать надо, а тут еще необходимого цвета вдруг есть. Это очень хорошо. Так. У нас, ой, сегодня много чего нужно сделать. Так. Ольга вот спрашивает, спиральки с чего из гофры или с проволоки? Я делаю жгутики из проволочной, на проволочном каркасе, тогда их можно с ними все, что угодно сделать. То есть, любое, любое, любое оформление. Так, ну вот, я вытянула немножко поровнее, чтобы сделать. Вот. Ну, а теперь можно аккуратненько, аккуратненько вот так вот по периметру основы, например, приклеить, что мы с вами и сделаем. Опять выбираю место, где у меня будет композиция, чтобы закрыть швы. Ну, здесь, так как мы работаем с бумагой, в принципе, швов не будет таких видно, стыка такого жуткого. я вот таким вот образом сейчас по всей касательной пройдусь. Так. Аккуратно по периметру вот так вот. Так, 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 так. Раз, 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 раз. Раз. Загибаю. Левая рука придерживает, направляет, придерживает, потому что это нужно сделать, чтобы... Ну и плюс ко всему прижимаем. Единое-единае полотно получается. Так. Так, дальше по периметру пробегаемся. Так, 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 так. Так, девчоночки, хочу напомнить, что 15 августа у меня начинается новый букетик ручной. Этот букетик входил в курс, который проходил у нас весной от начальных этапов до уровня мастера. Вот, вы можете, в принципе, как, ну, сейчас будет уже в курсе другой букет, то есть этого букета в курсе не будет, то есть его можно будет, по-моему, 600 рублей, там заверен был, по 50% скидочки, то есть вы можете поучаствовать и вживую создать вместе со мной такую красивую штучку. Вот. Так, Ольга говорит, Наташа, в каких бесплатных мастер-классах в архиве использовала спиральки, чтобы посмотреть? Спиральки я использовала в, сейчас скажу, в открытке. Это на 8 марта мы делали шикарную открытку. Там использовались спиральки без каркаса, так что можно будет глянуть. Мы их просто прикрепляли к основе, и все. Так, сейчас эту часть зацеплю. Здесь вот сейчас обрежу, здесь с одной стороны получился... Так, с какой стороны? Вот с этой. А, вот здесь вот, тут надо будет обрезать немножечко. Бумажечку. Вот так вот сделаю, ее и не видно, все. Не обрезала сразу ее. Вот. То есть вот такая вот основа, вот здесь вот можно будет... Ну, здесь мы листиком закроем, в принципе. Все. Так. Наташа, подскажите, как правильно называются ленты, которые сильно похожи на листы цветов. Аспидистра. Очень такое странное название. Лист аспидистры. Очень интересный. Его используют... Есть живые листики, которые используют в букетиках, но так как они очень-очень популярны для изготовления, используются... Ну, было придуманы искусственные такие. Так, 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 так. Ой, какая красота. Все. Моя дама села как нужно в основу. Платьишко мы ее так еще раскроем. Вот. Все. Теперь мы ее сейчас вытащим временно пока. И теперь будем с вами делать сам заборчик. Так. Значит, где у нас здесь шпажечки наши? Что-то высохло у нас. Так что, я их вытаскиваю. Главное, не поперепачкаться. Если где-то у нас не прокрасилось, ничего страшного. То есть, заборчик не всегда прокрашенный был. Ну, бывает, да? Вот первую шпажечку я сейчас... Я начну с левой стороны и выведу сюда направо. Вот. Значит, шпажку под некоторым углом втыкаю. Но подрезаю, наверное, сантиметров... Давайте... Так, линейку сейчас поднесу. Скажу, сколько. То есть, у меня шпажечка получается сантиметра 12. 12 сантиметров. Я ее отрезаю. Вот этот хвостик потом... Ну, может быть, куда-нибудь пригодится. Не знаю. Вот. Теперь беру середку где-нибудь вот... Либо в серединке. Просто вот втыкаю ее под некоторым углом. Вот. Небольшой угол. То есть, можно, в принципе, и прямо. Это смотрите сами. А я под некоторым углом ее втыкаю. Дальше беру шпажку целиком. То есть, побольше, как она есть. У меня размер шпажек, сейчас скажу, 20 сантиметров. Теперь я беру, где угол у меня есть. Вот с этой стороны. И вот с угловой стороны, под этим же углом, ну, стараемся даже, чтобы поплотнее был. То есть, я втыкать втыкаю, но так, чтобы шпажка прижималась вот здесь вот. Ну, таким вот образом, под небольшим углом втыкаю еще одну. Далее. То есть, у меня пойдет каркас сам. Ага. И следующую шпажечку я также отрезаю 12 сантиметров. Вот. Втыкаю ее по серединке. Тоже под небольшим углом, но смотрите, чтобы она все-таки поплотнее была. Так вот. Так. Получается, у меня сейчас три. Так, подниму немножко экранчик, чтобы видно было. Не пугаемся жуткому состоянию. Вот с левой стороны. Рабочие моменты, так называемые. Так. Не поднимается что-то у меня. А, все, поднялось. Вот. Так. Теперь я пробегаюсь. Ну, тоже беру так же 13 сантиметров. Так. Но втыкаю уже где-то 3 сантиметра от центра. Вот. От края. Вот. Можно так же под небольшим уголком. То есть, у меня немножко разного размера получается. Можно даже чуть-чуть, чтобы разница была небольшая. Чуть-чуть. Вот. И большую-большую уже шпажечку я втыкаю где-то вот здесь вот в центре. Вот. Тоже вот как-то беру ее под небольшим уголком. Вот так вот. То есть, смотрите. 12 сантиметров, 20 сантиметров, 12. А здесь, ну, тоже 12, 12 или 13, но они на разном уровне. Так. Чтобы акрил быстрее сох, ровнее ложился, надо его спиртом развести из докупажного опыта. Ну, Таталья правильно говорит, да. Так. И вот здесь вот втыкаю уже побольше. То есть, втыкаю вот у меня небольшая интересная штука должна получиться. Так. Теперь я беру... Есть у меня, ну, проволока. Хочу открыть небольшой секрет. Мы знаем, что флористическая проволочка 2 миллиметра стоит офигенно дорого. Поэтому не побоимся, сходим, например, в какие-нибудь строительные магазины и купим, и купим либо кабель, либо провод. Стоимость таких кабеля провода метражом примерно от 20 рублей. То есть, у меня вот эта проволочка обошлась 5 метров. Я взяла по... По-моему, по 15, что ли, рублей за метр. Вот. Я не стала... Она у меня в изоляции. Я даже не стала эту изоляцию убирать. Но, если мы, например, ножиком вот так пройдемся, изоляция, изоляция очень хорошо сходит. Вот. Но здесь мне нужно потолще. То есть, я вот эту изоляцию не стала убирать, оставила. Так. Что мы делаем теперь? Надо нам красивую форму придать. Здесь я хочу завернуть как-то вот вниз сюда. То есть, вот таким вот образом пройтись. Вот я сейчас... Ой, не видно. Экран не видно меня. Что-то показываю, что показываю, непонятно. Вот так вот пробежались. Так. Теперь я примерно вставляю 10 сантиметров с краю. Вот. Даже могу сразу с помощью длинногубцев закрутить. Так вот возьму и аккуратненько закручу кончик. Закручиваю. Сечение примерно тоже 2 миллиметра у меня. Вот я сейчас кончик так вот закрутила. Так. И сейчас потихонечку буду здесь вот громоздить сам декор. Скорее всего, здесь тоже маленькую штучку надо будет вставить. Но это после. Так. Что мы делаем? Ну, я вот эту сейчас закручу. Потом сформирую изгиб проволоки. То есть, потом нам еще вручную придется немножко изгиб этот сформировать. Ну и дальше пока руками. Так. Так, так, так. И наверх. Вот этот кончик, вот этот кончик уже можно закрутить. Алла говорит, строительный магазин колондайк для рукодельниц. Целочка правильный. Так. Потому что мы все бежим в творческие магазины. А ведь в строительных магазинах можно купить фактически все то же самое. И дешевле раза, наверное, так эдак в три. Вот. Поэтому я бы не рекомендовала покупать эти проволочки флористические вот в специализированных магазинах. Потому что это очень дорого. Я когда купила два метра в районе трехсот рублей, меня так это, ну, немножко как-то покоробило. Вот. Муж тоже посмотрел, сказал, нет, пошли-ка в строительный. Я говорю, пошли. Так, что делаем? Беру краешек вот этот вот. Ну и начну с него. Капаю термоклей, сажаю все на термоклей. Беру этот краешек. Только ждать придется некоторый момент. Капает? Капает. Что делаем? Берем бумажечку какую-нибудь, раз, убрали лишнее. Вот. Посадили. Ну, пока так. То есть зацепим. Потом мы их еще раз зацепим с помощью бумажечки. Пока мы как бы наживили. О, пошли до купажной страсти у нас. Так, разворачиваю. Пока, вот видите, я наживила, у меня даже клей немножко видно. У нас глобальный вообще сегодня тоже мастер-класс такой получился. Потому что идею, я еще раз говорю, идею я не просто так эту делаю. А и подружке на день рождения делаю композицию. Вот. Так, теперь я здесь стараемся не трогать, а правой рукой вот так вот выгибаю ее вниз. Проволочку. Вот сюда вот. То есть у меня вот такой каркас получается. Здесь вот немножко неровно, ничего страшного. А, ой, бегает. А там вообще свалилось. Ну, ничего страшного. Мы сейчас тебя обратно вернем. Раз. Главное наживите, потом сейчас мы с вами бумажечкой здесь и лишнюю, чтобы она у нас не падала, зацепим. Вот. Смотри-ка, убежала. Надо же. Зацеплять будем гофрированной бумагой от зеленого цвета, который я сделала. Ну, из которой я сделала основу. Так вот. Так вот. Пока так. Сейчас давайте, чтобы дальше не убежало. Сейчас мы их зацепим. Все вот эти вот. Отрезаем. Так, держишься? Держись. Все. Значит, берем гофрированную бумагу и нарезаем полосочками. Полосочка примерно, ну, сантиметр 8 миллиметров шириной и длиной где-то примерно 2 сантиметра. То есть, совсем небольшую полосочку. Вот. И вот таким образом я должна буду сейчас ее приклеить. То есть, я ее сгибаю пополам. В центре капаю клей. Прикладываю к тому месту, где у меня крепление. Так вот. Раз. Приложила. Приподнимаю одну сторону. Наношу термоклей на нее. Потом вот так вот вниз складываю. И пальчиками креплю так, чтобы сама бумага обвила палку. Точно так же с этой стороны. Вот этот обязательно нужно пройтись для того, чтобы у нас ничего не убежало дальше. Вот как вот у меня. Раз. И соскользнуло. Так. Все. Вот такие штучки. Сейчас мы быстренько их, да, делаем. Вот такой бортик будет. Но это только, в принципе, можно к этому, к основным. А все остальные, которые мы воткнем, они уже будут держаться так, чисто символически. Так. Здесь можно даже так вот полностью взять. Нанести. Такие скобочки наши. Мы с вами не строители. Но иногда при работе с тем, с тем, в той или иной теме приходится как-то придумывать вот своего рода такие манипуляции, чтобы у нас держалось. Вот такие вот. Они даже, в принципе, неплохо смотрятся. Вот. Так. Сколько у нас еще их там получается? Вот этот я, конечно, вверх закрутила. Придется нам вернуться к ней. Так. Не устали? Нам еще с вами конфетками декорировать. Поэтому терпение цветы делать. Ну, цветы мы сделаем так, чисто символически, только бутончики. Так. Пока у нас будет сохнуть наша подставочка. Так, так. И сейчас вот здесь вот так. Здесь раз мы ее... Выгибается замечательно, поэтому можно так вот сделать. Вот видите, как красиво. Вот такая у нас получается беседка, не беседка, не знаю, там кафе, не кафе. Сидит дама у нас, пробует там вино красное вечерним вечером во Франции, там под музыку, какой-нибудь гармонии. Вот. И на одном дыхании. Я надеюсь, девочке нравится. И очень буду надеяться, что данная работа повторится. Такая вот сложная конструкция получилась. Так. И теперь еще вот этот вот. Ну, раз он у меня так выгнулся, значит, я его немножечко вот так вот раскрою. Хотела, чтобы он наверх смотрел, но придется вот таким образом его раскрыть. Бортик. Ну, ладно, пусть будет так тогда. Значит, я вот так вот сделаю, а вот так обовью. Во, я придумала, как я его сделала. И также подкрашу. А здесь еще можно и чего-нибудь еще зацепить. Так. Вот так вот, пусть будет так. Тоже может быть элементом декора. Так. Остались у нас немножко еще вот перекладинки нужно сделать вот здесь. То есть в трех местах. Так. Здесь чуть-чуть я отрезаю. Разворачиваю. Делаю вот тут. Да, вот здесь вот делаю. На том же уровне. Так. И чуть-чуть вот зацепляю вот здесь. Тоже можно на термоклей зацепить. Опа. И посадить. На бульваре под звуки французского шансона. И шарик бисерный сверху. Идея хорошая. У нас можно бусинку какую-нибудь здесь. Шарик можно, да. То есть такой фонарик горит. Идея. Молодцы. Так. Дальше. Я сейчас здесь посмотрю, насколько мне здесь отрезать. Ну, прям буквально два сантиметра отрежу. То есть восемь. Ай, восемь получается. И вот так вот его зацеплю. Вот тут вот. Можно побольше сделать. То есть при желании у нас до времени как бы ограниченное количество. Вот. И то я тут не знаю, сколько здесь можно. Мастер-класс. Насколько задерживается. Так. Это вот здесь придется все-таки сделать. Давайте тогда сделаем. Перекладинка. Вылетает. Раз вылетает, значит мы тебе должны сцепить. Как мы должны тебя сцепить. Вот таким вот образом. Тебя цепляю. Раз. Зацепили. Так. Сейчас быстренько все покрасим нашу ювелирную работу. Вот. Маленький фонарик. Да, кстати, очень классная. Надо будет... Я-то сегодня не успею доделать. Вот. Но попозже сделаю здесь тоже имитацию фонарика. Думаю, что красиво будет. Интересно. Так. Любовь, говорится, инженерные сооружения. Ой, совершенно верно. Зато смотрите, какая классная штука получилась. Ну, вот здесь вот хочется немножко примять. Более плавно сделать. Но тут уже на свое усмотрение. То есть, чтобы более-менее плавненько было. Можно и вот эту тоже как-нибудь развернуть. Ладно, оставляем пока так. Быстренько красим. Так, где-то у меня кисть была. Красим, чтобы у нас подсохло. Красим тем же самым акрилом, куда я его положила. Вот он. Убежал на меня. Так. Ну и подкрашиваем. То есть, мы сейчас подкрашиваем все в черный цвет. Помним, что, да, у нас имитация кованых таких, как называется-то это, господи, заборчиков. Вот. Я вот все-все-все... Акрил очень хорошо у нас ложится на основу. Вот. Поэтому мы спокойненько все прокрашиваем, убираем весь-весь. У нас там какой цвет был, синий-зеленый. Плюс ко всему бумагу всю прокрашиваем, которые у нас бортики здесь были. При желании можно, конечно, и кружевом обклеить. То есть, чтобы бортик был у нас более такой кружевной. А побольше добавить палочек тоже. Вот. Но у нас, как бы еще говорю, у нас время ограничивает. Поэтому мы пока делаем вот так. Так. Что, что, что? Маргоша, говорит, муж предложил маленькую лампочку, чтобы горело. Ой, кстати, хорошая, Маргоша, хорошая идейка. То есть, можно будет сделать небольшую. Тем более, что сейчас же очень много продается и крепление, которые... Не крепление, а приспособление, чтобы включать-выключать лампочку. Поэтому я думаю, что при желании можно сделать небольшой светильник. Вот если вы еще и светильник сделаете, все, вы будете самым востребованным, наверное, мастером, вот если вы для кого-то это будете делать, к вам, вот только к вам, к вам и только к вам придут. Потому что, не знаю, у нас букет-то уже как-то это, ну, классика стала, да, в подарках. Вот. А светильники вот эти вот еще есть в букете, это уже что-то новенькое. Уже интерес просыпается. Так. Ольга говорит, что я как Кааа. Я могучий Кааа. Завораживаю людей. Интересно, конечно, это... Так. Ну, все, мы тут подкрасили что-то лишнее. Смотрите, какая классная штука получилась. Прям вот, 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 прям хочется еще что-то добавить. Не буду добавлять, потому что у нас все по-скромненькому. Так, пусть сохнет. Так, а для чего весь заборчик не по низу, а заходит наверх основы? Наташа, не поняла, для чего весь заборчик не по низу, а заходит наверх, вот здесь вот? Почему он не снизу, а вот здесь вот идет, что ли? Мы потом здесь закроем. Ну, вот такая вот штука получается. Девчоночки, буду рада, если, конечно, вы доработаете вот это вот, каким-то своими идейками. Но пока это так. Что делаем? Давайте, у нас времени не так много, давайте мы сделаем быстренько имитацию бутонов. Значит, что у нас есть? У нас есть конфетки. Во-первых, мне захотелось использовать синенькие конфеточки. Это Моне я купила. Хотела купить, так, у меня раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Но посмотрим, мы, скорее всего, не все будем делать. Один цветочек и бутончики. Не нашла круглые красные, поэтому буду использовать те, что есть. У меня бемоль конфетки красного цвета. Так, мусор быстро убираю куда-нибудь подальше, чтобы не очень сильно видно было. Так, и смотрите, у меня дама в таких оранжево-желтых каких-то тонах, красных тонах. Поэтому и я буду использовать желтый, оранжево-красный цвет. Сейчас я подумаю, потому что у меня есть немножко оранжевого, есть красного. Хочется бутоны красные, хочется бутоны оранжевые сделать. Вот, розочку, наверное, я сделаю красненькую. Вот, и несколько бутонов оранжевых и красных. Так, смотрите, а желтый тоже хорошо смотрится. Нет, сделаю вот так, пусть поспокойнее будет, без желтого. Так, а если не успеем до конца эфира, потом, когда доделать, так? Ну, доделаю, выставлю фотографию. Наталья, а вы не... Так, я выкладываю одну розочку и сколько штучек? Четыре, пять, пять штучек пусть будет. Вот, первое, что я сделаю, я сейчас закручу мои конфетки. То есть я беру гофрированную бумагу, примерно где-то сантиметров... Так, сейчас я посмотрю, сколько. Ага, у меня получается сантиметра четыре. Вот я по сантиметре четыре отрезаю. Орезаю по длине, примерно у меня получается... Сейчас скажу. Это для моих конфет, то есть я загибаю два сантиметра. Огибаю конфетку, еще два сантиметра. То есть у меня получается сантиметра... Линейка ушла. Пятнадцать, семнадцать. Ну, это куда-нибудь уйдет, еще пригодится. Так, ну, отрезаю. Складываю пополам, переворачиваю. Вот, закутываю туда мою конфеточку. Хвостики, естественно, я тоже прячу. Вот. И натягиваю. Ну, здесь можно, кстати, два раза даже закрутить, потому что у меня конфетка не кругленькая. Вот, небольшой дискомфорт от этого, конечно, что не круглая. Вот, и вот теперь я эту середочку, эту конфеточку, вот так вот в середочку прячу. Так, спрятала. Натянула где нужно. Она не круглая, она бегает у меня в руках. Буду справляться, ничего страшного. Так, раз. Тает шоколад, поэтому боюсь его трогать. Очень-очень жарко. Вот, скручиваю хвостик. И вот такой вот хвостик оставляю. Стараемся так, чтобы закрыть у нас саму конфеточку. Пока вот так вот оставляем. То есть, закрутила и хвостик вот так оставила. Не круглые. Ну, куда деваться. Не нашла я круглые. Значит, с такими тоже можно справиться. Вот я делаю так вот выемки. Хвостики убираю. Прячу. С круглыми более удобно. То есть, там элементарно можно спрятать. Ну, а здесь еще и плюс тает все. У нас такая жара сегодня. Я когда за конфетами ездила, я очень боялась, что пока довезу их, они у меня растают. А здесь они даже при косновении рук тают. Ну, ладно, чё ж. Так, и скручу. Хвостики. Так. Натяну немножко посильнее. Так вот. Хвостики скручиваю. Так, что у меня там получается? Четыре. Две оранжевых, три красных. Давайте-ка я, наверное, с оранжевыми все. Вот. И сделаю. Хотим, нет, наверное, еще один оранжевый сделаю и красный. Так. Если с хвостиками не справляемся, выглядывает, можно их зацепить скотчем. Так вот. Оставляем. Теперь из красной бумаги вырезаем то же самое, значит, 4 сантиметра и сантиметров 17 на внутреннюю часть. Точно такие же бутончики делаем. Конфетки у меня красненькие. В принципе, здесь даже цвет не важен. Можно и розовенькие, но так, чтобы они не выглядывали из бутонов. Так, бутончик раз. Бумага держит замечательно. Не раскрывается. Вот так конфетку вниз спустила и здесь вот кусочком зацепила ее. Так. Бежала. Поправляю. Боюсь, что она у меня размякнет. Еле-еле касаюсь ее. Еле-еле держу. Все тут у меня раскрылось. Так. Так. Ну, теперь из одного мы сделаем розочку. Я беру красную бумагу. И примерно где-то полтора деления отрезаю. У меня получается... Сейчас сложу. Примерно по размеру лепестки... Так. Длина какая? Сейчас я точно скажу, какая длина. Длина 30 сантиметров. То есть 30-полтора деления 30 сантиметров. Пусть я сейчас гармошечкой так складываю по 4 сантиметра примерно. То есть 5 лепестков получается. Так. Надрезаю. Низ оставляем плоским. А верх скругляем с одной стороны и скругляем с другой стороны. Теперь низ мы берем... Можно так гармошечкой прям всей кучей сложить. И скрутить. Для того, чтобы нам сделать гофрировку более активную. Даже можно поменьше. Ну, по 2, наверное, я лепесточка возьму. Потому что гофрировка, получается, не очень эта. Вера говорит, что когда их есть, цветочки будут испорчены. Девчонки, привыкайте к мысли о том, что конфетные букеты, они должны... Их должны есть. Вот я беру... Отогнула один краешек. Отогнула другой краешек. Прям всей кучкой. Вот. И вот так вот раскрыла лепесточек. Дальше хвостик опять скрутила. Вообще, букеты делаются именно для того, чтобы данная композиция была съедена. Никуда мы не денемся. Мы создаем красивую упаковку. Мы не создаем с вами какие-то интерьерные вещи. Тем более, что бумажные композиции, ну, не все понимают, да, в вашем... Например, вот я, например, бумажную композицию дома иметь не буду. Поэтому приучаем людей к тому... Так, сколько у меня тут получается? 6. Что вашу работу нужно за полгода съесть. Потому что срок годности конфеток полгода. Так, ну, теперь давайте цепляем. Хвостики беру. Прикладываю в середку у Тончика. А, забыла сказать, что еще нужно их загнуть. То есть, мы берем пальчиками и вот так вот их загибаем. Потом хвостик прикладываем. И вот этот хвостик вокруг нашей пипочки, которую мы сделали, вот так вот мы ее обыгрываем. Ну, и дальше по спиральке. Внахлёст друг на дружку мы вот так вот ее клеим. Так, можно даже чуть-чуть побольше так вот раскрыть. Поинтереснее будет. Один так лепесточек, другой так лепесточек, третий еще как-нибудь. Такая вот получается красная роза. Вот одна красивая красная роза. Так вот я даже посильнее ее раскрою. Так, Марина говорит, если полностью конфетку прячем, то цвет фантика непринципиален. Да, я вот говорила, да, сказала, что в принципе цвет у нас непринципиален, когда мы конфетку спрятали. Так. Тут можно немножечко сделать небольшой зажимчик такой. Вот. И сейчас следующие лепесточки, которые мы будем с вами следующие делать, это будут такие окончательные листики, лепесточки для розочки. Вот так вот. Даже немножко с зажимом у нас получается, что лепесточек отходит. Так. Вот. Опять отрезаю. Полтора деления. Складываю по 4 сантиметра. Так, как получится. Ну, у меня получается 4-6 штучек примерно где-то. Одну розочку обязательно нужно сделать для того, чтобы был какой-то разнообразие. Не все в одних бутонах. Так. По две штучки. Хвостик скручиваю. Гофрировочку сжимаю. Вот так вот раскручиваю. Вот так вот раскрутила. Хвостик. Хвостик опять вот так вот раз надавила. И рядышком. То есть у нас получается более раскрытый цветок уже прикрепляю к ножке. опять беру два листика. Хвостики спрятали. Все пишут красивые розы. Но пока еще я не вижу розы. Давайте дождемся. Посмотрим, что у нас будет. Хвостик раскрываем. Хвостик раскрываем. Следующий хвостик. Вот так вот видите. Вот таким вот образом мы фактически ломаем структуру листья, структуру гофрированной бумаги, что позволяет, в принципе, нам фактически творить, создавать что-то, что-то такое необычное, интересное. Вот. И при раскрытии розочки, то есть помним, что роза у нас по сфере идет. То есть она не должна быть плоской. Некоторые лепесточки можно раскрыть. Вот так вот. Потом еще поправим, если что, нам не будет нравиться. Так. Бутылочку, наверное, я думаю, мы сразу с вами приложим. Ну, когда будем формировать композицию, можно будет, в принципе, ее положить, ну, как вставить, где она должна быть, и формировать самой бутылочкой. Маргоша спрашивает, не утяжелим? Не утяжелим. Мы эту розочку, она у нас будет как центральная, вот. А дальше мы просто сами бутоны вокруг нее расположим. И все. Так. Ну, последнюю сейчас, последний бутончик. Она у нас будет под каким-нибудь небольшим углом. Еще наполнительно можно где-нибудь помять листочки, примять. Вот. И вот такая вот, в принципе, полураскрывшаяся розочка у нас образовалась. Теперь мы берем... Ай, какой же нам цвет взять? Листики. Вот я хочу побледнее. Пусть будут побледнее. Мы потом еще добавим более такой насыщенный цвет. Ну, раз у меня есть возможность, с чем работать. Так. Бледненький, бледный, фисташковый. Нет, давайте все-таки вернемся к вот этому цвету. Уж больно он мне нравится, поэтому поработаем с этим цветом. Берем чашелистик. Нам нужно чашелистик сделать примерно 8 сантиметров. 8 на 10. Вот. Складываю в несколько раз. Здесь подрежу чуть-чуть. И делаю чашелистик. Надрезаю. Надрезаю вот так вот, фактически, как вот рука у меня берет. Уголками. Так. Так. Раскрываю, что у меня получилось. Скручиваю. Скручиваю обязательно в сторону, которая у меня типа стебелька. вот, раскрываю. Пальчиками немножко создаю, ну, как бы эффект чашелистика, лепесточка. Откраю. Здесь мы, ой, вот здесь вот мы не разгибаем. Вот он. Решила оставить цвет, потому что все-таки слишком темно. Мы, если что, листики сделаем. Теперь я вот так вот выгибаю все в сторону. Ну, и с какой-нибудь стороны, например, с центральной, я могу, в принципе, приклеивать. Я взяла в центр, вот так вот, раз, и приклеила. Развернула к себе. Я очень тороплюсь, поэтому немножечко у меня клей не успевает застыть. Пальчиком раздвигаю и формирую ножечку. Ну, и еще одну сторону. Так. Все. Вот такая вот роза с таким вот чашелистиком. Здесь можно, кстати, прижать его немножко посильнее. Вот. И давайте посмотрим, куда можно нам нашу розу пристроить. Я думаю, что если у нас в композиции идет, то есть бутоны с этой стороны, в принципе, мы розочку можем спустить вниз. Вот здесь вот. То есть вот с обратной стороны нашей композиции. Так, сейчас я только ее разверну, как она поинтереснее смотреться. Ну, думаю, вот так вот. Вот. Можно приклеить сразу. Я беру ножку. Вот эту ножку сажаю на клей. Так вот раз. Посадила. И аккуратненько, где я ее помещала, вот в этом месте я ее и кладу. Приложила. Можно ее чуть-чуть прижать. Я очень часто так делаю. Зажимаю вот так вот. И она как бы собирается. Вот. Сейчас зацепится здесь. Давайте сейчас быстренько мы теперь добавим сюда какую-нибудь зелень. Что у нас из зелени есть? У меня есть из зелени папоротник. Есть вот такой хмель. Тоже интересно смотреться будет. Ну, думаю, давайте листики папоротника добавим. Очень часто. Если нет у вас зелени, то есть можно лист из педистры. У меня он темного цвета. Вот. То есть, в принципе, сейчас его тоже можно сделать. Куда-нибудь пристроить. Так. Под розу хочется что-то. Хочется как что-то добавить от розы ко мне сюда. То есть, вот так вот, чтобы свисала какая-то. О, извиняюсь. Помелькаю макушкой перед вами. Цепляю вот сюда вот. Прямо на всю саму, на саму основу. И немножко свисаю вниз. Так. Потом, смотрите, вот можно добавить сюда, с этой стороны, листики, которые мы сделаем и аспидистру, мы потом еще добавим дополнительно. А пока давайте добавим что-то из зелени. То есть, вот сюда одну, чтобы она свисала тоже вниз. Так вот я ее добавлю. Вот. И можно добавить где-нибудь. Ну, вот так вот. То есть, закрыть, например, вот здесь вот. Почему бы и нет? Пусть. Немножко прикроем. Потом доделаем уже. Когда будем композицию. То есть, у нас получится так, что мы бутончики распределим и здесь. Так. Дальше. Давайте с бутонами. И по поводу конфеток наших. Вот этих вот. Что мы с ними сделаем? Я сейчас беру... У меня проволочки еще немножко должно остаться где-то. Так. Сейчас я поищу. Есть проволочка. Если нет проволочки, можно на шпажки. Давайте, наверное, тогда на шпажки. Вот я беру шпажечку тоненькую. Так проще будет. И там я написала 7 штук. Ну, давайте хотя бы 3 сделаем. 7 мы сделаем попозже. Ну, по желанию, в принципе. Раскрываю ножку. Добавляю термоклей. Где-то сантиметра... Ну, полтора. Вот. И теперь на саму ножку промазываю, пока термоклей у меня не застыл. Но чтобы не был горячим. Вот так закручиваю. Во-первых, у меня образовалась клеевая подушечка, которая будет достаточно хорошо держать саму конфетку. Вот. Откладываю. И вот так вот еще 3 конфеточки мне надо сделать. Я уже вклею это в краски. Все. Так. Почему решила выбрать синенькую-голубенькую, голубенький цвет? Ну, у меня на платье есть кое-где голубой цвет и синий. Вот. Поэтому таким акцентом, думаю, интересным будет и в конфетках. Поэтому и выбрала синие конфетки. Тем более, когда смотрела, мне очень понравился цвет. Вот. Поэтому вот по цветовой гамме. Люблю экспериментировать с цветом в композициях. Так. Смотрите. Если у кого-то нет тейп-ленты, то за хорошим заменителем тейп-ленты является гофрированная бумага. Нарезаем где-то сантиметр максимум. Цепляем кусочек на термоклей. Так вот. Чтобы зацепить. Ну, а дальше просто скручиваем ствол. Ствол нам не надо много скручивать. Достаточно 5 сантиметров. Вот. Ну, где-то 5-6 сантиметров. Я думаю, что достаточно. Кончик также на термоклей. Зацепляем. Все. Чуть-чуть отрезаем. Оставляем где-то свободный сантиметра 2. И можем, в принципе, посмотреть. Ствол сам. Сам вот эту конфеточку саму мы втыкаем. Я думаю, что можно сюда воткнуть. Пусть она вот так вот будет. Это примерно выглядит вот так вот. Ну, а дальше конфетки сейчас сформирую 4 бутона. Ой, зарылась я уже этих веточков во всех. Значит, что нам нужно сделать? Нам нужно сделать 4 чашелистика. Примерно 6 на 6 сантиметров я режу. Можно побольше, в принципе. Например, не 6, а 7 сантиметров. Вот. Я 6 на 6. Мне достаточно. Вот эти тут остатки. Эти остатки, если что, на листике. Так, сколько? 4. Еще один надо. Ну, ладно. Потом дорежем. Делаем чашелистик. Здесь уже у нас как бы идет дизайн собственный. Вариантов может быть очень много. Вот, поэтому какие цветы будете использовать, в какой цветовой гамме. Сами выбираете, используйте. Я вам показываю свой вариант. У вас уже будет свой. Ай, порвала. Ай-яй-яй-яй. Ну, ладно. Раз здесь порвала, значит, мы его отрежем. Вот. Теперь я вот чуть-чуть так вот раскрою. Беру конфеточку. И мне надо вот так вот его закрыть, спрятать. Наношу термоклеп по серединке. Можно сразу, например, на одну половинку. И хвостиком так прикладываю к хвостику. Так вот. Стараемся. Ну, здесь вот мы аккуратненько так зажмем. Стараемся, чтобы на конфетку горячего не попадало. То есть я все это на сам стебелечек делаю. Так вот. Зажали. Можно даже скрутить. Ну, здесь достаточно, в принципе. А, побольше надо было все-таки. Ну, ладно. Бутончиками мы их потом спрячем. Побольше чашелистик надо было сделать, а саму ножку поменьше. Поэтому, наверное, вот так вот сделаю, чтобы все-таки чашелистик был появнее, получше. Видно. Что-то я перестаралась немножко. Так. Уже все в бумаге. У меня уже все в бумаге. Кстати, вот такие чашелистики, их можно, в принципе, вот как они есть, что мы с вами и попозже сделаем, как мы их размахрили, вот точно так же мы их можем и куда-нибудь пристроить в нашу композицию. Кстати, бутончик можно уже прикрепить за хвостик. Я беру хвостик. Конфетка здесь, хвостик здесь. И вот так вот аккуратненько я его ставлю. Ставлю, пальчиком немножко прицепила. Если есть иголочка, можно воткнуть иголочкой, прицепить. Так. Так. Мы с вами сколько работаем? Надеюсь, что от моей болтовни тоже не устали. Так, девочки, возвращаясь к нашим мастер-классам, я только сегодня пересматривала вот дерево наше. У нас две девушки даже данную работу сделали. Классно вообще получилось. Там очень интересно изготовление роз. Вот. Я думаю, что, ну, тем, кто любит, да, делать именно из бумаги цветы, потому что некоторые очень часто используют искусственные цветы. Поэтому я приглашаю посмотреть. Я не помню, я показывала, не показывала сами розы изготовления. Стоимость мастер-классов сейчас не такая большая. Вот. У меня на сайте 2000, а вот для вас там 1400, по-моему, всего. Так что... Я просто сейчас делаю вот эту розу. Думаю, это роза такая, там роза другая. И каждый раз, когда делаешь, каждый раз все по-новому получается. Так, ну, этот бутончик я вот сюда вот вставляю. Так. Все, зацепился. Ну, еще немножечко у меня осталось. Да, делаю сейчас вот эти бутоны. А дальше у меня здесь конфетки. Очень люблю... Я уже вся грязная, потому что не прокрасилась, не высохла сама композиция, я уже клею. Не обращаем внимания на мои руки. Сейчас немножко... Погодя, я их оботру. Как кочегар. Так. Вот эту вот голубенькую конфеточку можно воткнуть куда-нибудь вот сюда или сюда. Наверное, поменьше нужно сделать. Вот так вот еще меньше. И воткнуть ее между двумя вот этими конфетками. Смотрите, инструмент, я вот многим говорю, очень хороший инструмент, это утики, их называют, или длинногубцы. Их путают иногда с круглогубцами, но это не круглогубцы. Так, секунду. Очень хороший средство-инструмент тем, что позволяет схватить и в недоступное место воткнуть наш цветочек. Вот здесь вот, между двумя вот этими бутонами. Я сейчас аккуратненько их расправлю. Вот здесь вот их ваткну. Все. Так. Сюда-сюда направлю ее. Вот сюда вот направлю. Вот конфеточку. Эту мы приложили. Так. Сзади, заднюю сторону, сейчас я тоже пройдусь. Еще сколько мне? Еще две конфетки. То есть еще два чашелистика. И почти все. Добавлю травку. То есть здесь нужна еще травка. Лучше, конечно, если круглые конфеты. У меня, видите, не очень удачные бутоны получились. Это за счет того, что конфетки не круглые. Вот. Поэтому лучше найти какую-нибудь круглую. Есть фирма Атак. У нее очень много круглых. Может быть, какую-то марсианку. Вот. Но марсианка не очень вкусные конфеты. Я бы не рекомендовала их в букетах использовать. Вот. Я... Ну, у меня заказчики очень многие просто сразу говорят, какие конфеты нужно. И марсианку одна заказчица как-то... Ой, давайте сделаем, сделаем. Потом приходит и говорит, ой, мы что-то попробовали. Такая не очень вкусная. Вот. Но в фирме Атак, Вологда, она прям как, знаете, палочка-выручалочка. И в цветовой гамме у нас хорошие конфетки. И... Так. Вот здесь вот этот красивый получился бутончик. Мы сейчас вот так вот его сюда и пристроим. Хвостик только я отрежу. Так. Поменьше сделаю. За хвостик зацеплю. Клей за хвостик. И вот так вот пристрою. Так. А тут вот можно тоже папоротник найти, какой-нибудь маленький листик. И вот сюда вот его приложить. Так. Надо было раньше его прикладывать, поэтому придется хвостик вот так кромсать. Так. Раз. Приподнимаю бутончик чуть-чуть. И под бутон так вот его пристраиваю. Вот. Кстати, сам папоротник, они же ложатся. То есть вы можете, например, его под некоторым углом сделать. Вот я капельку капаю. Беру, чуть-чуть подтягиваю. И фиксирую таким вот образом. Раз. Он у меня получается объемный. Еще последний бутон. И добавим, ну, какой-то дополнительный декор сделаем. Жалко, конечно, что ни света, ни шарика у нас нету. Вот. Идея пришла прям по мере нашего... Нашей работы. Так. Елена. Елена, добрый вечер. Из Нижнего Новгорода. Нижнему Новгороду привет. Красивый город у вас. Очень старинный. Так. Все. Скоро. Скоро я вас отпущу. С нашего мастер-класса. Долгого. Так. Хвостик отрезаем лишний. И вот сюда вот последний бутон наш пристроен. Так. Маргоша говорит, не из парапета не обработали. Сейчас обработаем, Маргоша. Ничего страшного. Сейчас надо было пораньше, но ничего. У нас и так бывает. Так. Вот здесь сейчас я приложу. Ну, здесь вот веточки, например, остались. Так. Что у нас еще? Вот здесь хочется чего-то добавить. У нас конфетки есть. Сейчас мы конфетками все сейчас доработаем обязательно. И добавим травку. Ну, смотрите, какая штучка классная получается. Мне так нравится. Надпись еще какую-то хочется сделать. Но это уже на ваше усмотрение, на ваш дизайн. То есть это уже будет зависеть от ваших желаний. Так. Две конфетки есть. Хочется вот здесь вот добавить конфетку. Сзади еще такую же конфеточку добавить. Синенькую. Подумаем сейчас, как это сделать. Потому что просится. Смотрите, как классно синие конфеточки смотрится. Такой контраст дает интересный. Так. Здесь вот. Парапета. Как интересно назвали-то. Променад. Парапет. Парапет. Так. Так. Все. Это мы тут сделали. Такой вот. Хочется добавить листочков. Листочки бы, конечно, по цветам немножко поярче. Вот. Ну, вместо листиков мы можем, в принципе, добавить лист из педистры. Он у меня более темного цвета. И смотрите, размер примерно 3 сантиметра. Шире не нужно. Я делаю две петелечки небольших. Так. Отрезаю. Можно степлером так степлернуть, чтобы не развернулось. Так. Ай, не зацепился. Так. Что-то у меня тут зацепилось, видимо. Секунду. Вот. Быстро делаешь, обязательно какая-нибудь проблема степлер. Ну-ка, иди сюда. Секунду. Сейчас вытащу скрепочки. А если у кого-то степлера под рукой нет, это можно, в принципе, на термоклей точно так же капнуть лист на лист из педистры. Но помним, что эта пленка, она плавится. Все. Я его зацепила. Так. Ну и смотрим, куда нам можно пристроить. Излишечку вот так вот отрежу лишней. Можно под розочку подцепить. Вот здесь вот. Вот таким вот листиком. Что делаем? Я приподниму розочку. Вот я правда как кочегар сейчас сижу. Капаю каплю. Под розу беру листик, завожу туда под розочку. И вот так вот цепляю все. Так. Дальше. Опять беру, делаю такие две петелечки. Зацепляю на... Отрезаю. Можно уголками оставить. Так. Такими уголочками. Куда еще мы зацепим? Ну, давайте посмотрим, повернем. Хочется вот здесь вот зацепить, вот сюда вот вставить. Как вставляем? Ну, с помощью шпажечки. Отодвигаю, капаю термоклей, вставляю шпажку, зажимаю. Так вот. Ну, а дальше вставляем вот так вот сюда. То есть, получается, мы вставили сюда, вставили сюда. Вот сюда хочется, то есть в нижнюю часть. Давайте, наверное, сделаем. Все, я уже вся вклею. Опять делаем. Опять делаем. Ну, здесь уже, смотрите, здесь прям маленькие петелечки нужно сделать, чтобы не очень сильно закрывало лист. Уголками опять режу. Сюда вот сейчас поставлю. Чуть-чуть вот. Нет, здесь лучше тоже на шпажку, потому что у нас все-таки конфетка здесь. Не буду я цеплять ее на шпажечку. Девчонки, я очень извиняюсь за вид своих пальчиков, рук. Надеюсь, что это не очень активно видно на экране. Так. И где-нибудь вот здесь вот мы вставляем. Вот так вот. Так, с задней стороны вот тут хочется добавить. Ну, здесь можно просто петельки такие, например, тоже маленькие. Сейчас я приложу, посмотрю. Ну, да, классно. Так. Так, раз. Приложила. Замечательно. Так, ну, вот что у меня получилось. Как бы вот такая вот штучка. Что нам не хватает сюда? Синенькие конфетки я использовала всего три. Но вы можете поставить вот сюда. Я пока просто приложу, покажу, да? То есть сюда конфетку между вот этими бутонами. А здесь мы листик сделали, но можно сюда конфетку. То есть, как варианты. Так, что у нас получается? Кто-то тут спрашивал по поводу парапета нашего. Хорошее название, мне очень понравилось. Так, давайте мы сейчас сделаем имитацию травы. Вот я нарезаю. Почему это сделать? Ну, просто, вот знаете, поинтереснее просто смотреться будет. Как чашелистики мы с вами делали. Я вот точно так же нарезаю. Все, я вас скоро отпущу. Так. И вот так вот скручиваю пальчиками. Скрутила. Вот эта травка, то, что у меня получилось, вот это вот. Я теперь беру и приклеиваю к основе, где у меня я втыкала шпажечку. Так, раз. Стараемся только клеить, чтобы не очень сильно размашисто, вот. А немножко сгруппировываем. Вот таким вот образом. То есть, сгруппировала. Травка. Травка. И так далее. Я, наверное, все не буду клеить, я сейчас только в двух местах сделаю. Низ сейчас закроем. Как закроем низ? Смотрите, очень хороший вариант. Вот такой же с самой косичкой. Очень получится эффект натуральности. Вот. То есть, мы не атласной делаем, а именно косичкой. Очень классная штука. Как вариант декора. Очень просто. Так. Так, так. Вот точно так же мы проходим все. Здесь я сделала только два. Просто показать, да? Такая вот травка. Вот. Вы смотрите, то есть, по желанию. Дальше. Сейчас я доделаю. Либо мы той же самой окантовочкой делаем. Либо мы делаем, ну, тут у меня есть более красивая, например, тесьма. Как вариант. Тоже, в принципе, имеет место быть. Либо мы проходимся той же самой косичкой. Вот. Здесь уже, смотрите сами. Давайте, наверное, я пройдусь, раз уж я хотела, да, вот этой тесемочкой. Я, наверное, эту тесемочку и прикреплю. Конечно, лучше надо было раньше делать, но как уж получилось. Вот я ее сейчас весь низ вот так вот пройдусь по низу. Здесь я пройдусь как? Чтобы мне проще было, я просто по основе так вот прикреплю. Так вот, раз, 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 раз. Прошлась. Клей по низу, раз. Опять. Зацепила, прошлась. Не высохли мои. И клей отваливается. Так, клей не высох, потому что делаю сразу. Поэтому все отваливается немножко. Так, стоять не туда. Вот. Все, поровняю. Так. Как вам наши французские каникулы? Я думаю, что это вообще шикарно получается. Как бы зацепить их так, чтобы не очень сильно. И еще же нам надо нашу даму поставить туда, посмотреть. Сейчас все-все-все-все сделаем. Нравится? Ой, я очень рада. Единственное, девчонки, неудобно перед вами за вот этот вот бестолковый вид здесь. Так, смотрите еще, какой вариант. Я иногда что делаю? Понимаю, что у меня здесь шов может быть. Я приклеила до конца и где-то сантиметра, ну, 4 оставляю. Вот так вот петелечку делаю. Делаю петелечку. То есть отгибаю. Вот так. Сейчас. Здесь капаю клей изнутри. Потом мою, мою кружево или тесьму так загибаю пополам свободное. Загибаю вовнутрь. Так. И прикладываю вот таким образом. У меня получается петелька вот тут вот. К этой петелечке можно пришить, не пришить, а привязать бирочку. Маленькую бирочку, на которой будет написано ручная работа. Вот. То есть вот эта петелька, она у меня... Можно бантик здесь даже такой сделать. Видно, не будет ничего такого. Так. Сейчас что сделаю? Прям 5 секунд. Вот так вот отодвигаю. Вот. Главное, чтобы почище. Мне уже более интересно посмотреть работу саму. Все. Подружка у меня будет в ауте. Так. Забыли же, забыли. У нас же еще есть... Секунду. Ну, уже коровки и бусы. Значит, смотрите. Мой совет всем, кто использует бусины. Смотрите. Ну, я всем рекомендую покупать прозрачный зеленого цвета. Почему зеленого? Потому что зеленый цвет – это, в принципе, цвет, ну, как роса. Роса отражает цвет от зелени. Поэтому используем зеленую. Другие цвета, они получаются более такие, ну, ненатуральные, что ли. Только зеленый цвет тоже должен быть именно травяной зеленый. Я капаю сейчас капельку. Остальные бусины, например, под жемчуг, там, какого-то другого цвета. Ну, это уже зависит от вашего дизайна. Но если мы сделаем классические какие-то букетики, то выбираем, естественно... Сейчас, вот здесь вот на листик. Так, зелененькие. И лучше, если они будут прозрачные. Сюда. Нет, не сюда. Куда, куда, куда? Ну, давай мы сюда, сюда. Вот, есть божьи коровочки. Так, божьи коровки. Снимаем все вот это безобразие с задней стороны, потому что не держится. Беру божью коровку. Ну, и для красоты в любое им понравившееся место. Сюда. Где еще можно? Ну, вот пусть она у меня здесь спускается вниз. Захотела пить. Пусть она поползет у меня вниз по вот такой вот штучке. Вот. И добавить... Ну, в принципе, смотрите сами. То есть, кое-где можно здесь добавить. Здесь уже сказали наверху, можно какой-то шарик добавить. Вот. То есть, какой-нибудь набалдашник, шарик. И не могу ничего показать, что-то такое вот. Ой, что бы такое показать-то, пристроить. Например. Прицепим, что есть. Пока. Так. Так, приподниму. Я потом вам еще покажу, как бы, эту работу, да. Ну, вот у нас что получилось. Экран видно. Так, сдвину, чтобы... А, здесь безобразие видно. Так. Значит, что это у нас? Ну, предположим, здесь можно что-то пристроить, какой-то светильник, шарик и так далее. Здесь мы нашу бутылочку сейчас поставим, ставим. Вот так вот. Замечательно. Здесь... Ну, тут кружева я как бы не буду, да. Пусть у нас так вот спрятано будет. Разверну. Сейчас, секунду. Даму мою. Вот. Шляпку поправить надо. Вот так вот. Вот. Это то, что у нас с вами получилось. Вот. 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 Смотрите. У нас с вами получилось, что наша дама находится на каких-то... Я не знаю. Зашла в кафе. Села, посидела. Не знаю, там, попила вино, послушала красивую музыку. Вот. Вот такая вот интересная у нас с вами штука вышла. Чем вы здесь доработаете? Что вы здесь сделаете? То есть, это уже на вашу идею, на ваше усмотрение. Я уже придумала, что сюда я сделаю. Но это уже будет... Будем на фотографиях смотреть. Вот. Ну, такая дама у нас получилась. Значит, смотрите, девчоночки. Подставочку, то есть, вы можете сделать. Бутылочку, декор бутылки. В субботу, по-моему, придут вам письма. Как я поняла, это будет под итог нашей недели. И там будет ссылочка на мастер-класс вот этой дамы. Дамы плюс. Смотрите. Тут у нас еще есть зонтик с сумочкой. Данный мастер-класс по созданию такой красоты, фото-мастер-класс, это тоже будет вложен в ссылочку с этой дамой. Буду безумно рада, если вы создадите такую композицию. И у нас, например, у меня в ВКонтакте, где-нибудь выставите, даже в личном сообщении, если вы мне дадите. Вот. А теперь, девчоночки, я хотела бы показать, вам, да, на, ну, как мои девочки обучаются на курсах онлайн. Почему сразу, сразу это, ну, говорю, да, потому что у нас сейчас, ну, стартует мастер-класс 15-го числа, и очень многим нравится именно в режиме онлайн обучаться. Тема интересная, потому что в режиме онлайн мы кучу всего придумываем. Ну, фактически, как вот у нас сегодня с вами родилась вот эта дама. Вот. Без улыбки никак не посмотришь. Приятные композиции. Ну, я очень рада. Вот. И давайте я вам сейчас покажу наши учебные комнаты, как мы обучаемся. Заглянем за завесу, да, наших. Я думаю, что это можно сделать. Секундочку, я вот сейчас открыла комнатку специально для вас, чтобы вы посмотрели, как наши комнаты срабатывают. Так, секунду. Сейчас я открою доступ. Поделиться. Вот. Вы сейчас находитесь в закрытой комнате. Я пока не могу видеть комментарии, но просто покажу. Вы находитесь в закрытой страничке мастер-класса конфетное дерево. Вот. Здесь есть менюшка. То есть при обучении вам дается доступ на нашу страничку. Вот. И вы можете посмотреть. То есть здесь все. Здесь материалы, какие, что нужно. Кстати, здесь есть ссылочка на закрытый форум для обсуждения работ. Вот. Как проходят занятия. Нам нужно, например, первое занятие транслируется на данной страничке. Потом оно переносится в соответствующий раздел. Создание фрезии, все размерчики, розы и также видео. Все сохраняется на данной страничке. Если есть схемы, пожалуйста, все это хранится на страничке. Плюс нужна картинка, та, которая у нас будет на горшке, например. Я нажимаю и попадаю, открываю, скачиваю все картиночки. То есть очень подробные. Вот. Это у нас, он прошел уже мастер-класс. Это вот как раз дерево, которое я сегодня как бы продаю, да, предлагаю вам. То есть он уже есть в вебинар. Там, по-моему, четыре занятия. Можно купить, посмотреть. Классный вообще мастер-класс такой. Советую. Вот. Дальше. Значит, если мы в режиме онлайн, то у нас данная страница формируется по мере работы. То есть если у нас, например, мастер-класс... Давайте я... Секундочку сейчас открою презентацию. Вернусь к презентации. Если у нас сегодня, не сегодня, но, да, например, секунду, 15-го числа мастер-класс по данному букету состоится, то все материалы мы на данную страницу выкладываем, вот, обсуждаем на форуме, либо на закрытом чате ВКонтакте, вот, так же встречаемся, я говорю, что, чем можно заменить. И в процессе работы тоже какие-то нюансы тоже меняем. Например, у меня есть вот эта зелень, а вот что сделать, а вот у вас такая, что делать? Тут же бежим и смотрим, что же мы будем делать, что же мы, как же мы это будем решать. Чем хорош вот этот вот, как бы, курс, да, ну, мы это все создадим вживую. То есть будете фактически сами делать вместе со мной. Специально разделила на 5 занятий, чтобы потихонечку-потихонечку можно было, не напрягаясь, сделать данный букетик. 15-го числа он будет, стоимость, по-моему, всего 600 рублей. Это самая большая скидка, 50%. Вот, хочу вернуться еще вот к дереву, да, то есть хочу сразу сказать, корабль упакован полностью, видео, весь видеоматериал, можно приобретать, делать и также спрашивать. Все консультации я всегда даю, никому никогда не отказываю. Второй мастер-класс, который я сегодня предлагаю, это дерево, шикарное дерево. Можно вообще даже за декупаж, задекорировать горшок, например. Рассказываю, как быстро, просто сформировать, как бы, не ствол, да, а основу, не используя алебастр, гипс и так далее. Потому что ждать нужно, пока высохнет, а у нас срочно это нужно сделать. Я это все рассказываю. Вот, ну, плюс мы делаем цветы шикарные, шикарную розу делаем, хризантем. Хризантем вообще чудо. Создается очень быстро, очень аккуратно. Ну, в принципе, кто приобретет, я думаю, что будут довольны. Вот, ну и третий мастер-класс вернемся к лилиям. Букет на 1 сентября. Вот, как проходят занятия, я уже, как бы, рассказала вам. Буду рада вашему участию, а также буду рада дружить с теми, кто неравнодушен к глобальному творчеству, не только светодизайну, а вообще. Потому что мы, как бы, ну, на наших занятиях, вообще, я стараюсь применять, вот, все, как бы, какие-то, ну, не ограничивать себя в каких-то направлениях, а используя всевозможные идеи какие-то, какие-то техники интересные. Давайте я сейчас камеру на себя переключу, и мы посмотрим, как вживую смотрится данная штучка. Я покажу еще раз, смотрите, чудо, просто чудо. Мне самой безумно нравится, что у меня вышло. Доработать только моменты какие-то остались. Но вот эта вот вещичка, конечно, я так думаю, что моя подружка, милая, родная, она просто будет визжать. Вот. Так, секунду, сейчас переключу в камеру. Ну, вот, и мы с вами еще раз посмотрим на красоту. Только я бы никуда не убежала. Девчоночки уже тут пишут много чего. Так, я опять, я такая лохматая. Так, Людмила, говорит, один раз увидит, чем услышать. Приходите, не пожалеете. Ой, меня тут уже рекламируют. Надежда, говорит, напоминает карету или санки. Так, показываю еще раз. Ну, санки по форме просто напоминают. Вот. То есть вот что у нас вышло. Я, правда, лохматая, так трудилась. Вот, смотрите. То есть, что можно еще сделать? Сделать какие-нибудь вензелечки вот здесь вот закрутить. Покрасить черным. У нас же черный цвет, все покрашено. То есть, когда мы это все сделаем... Вот, вот она получилась, дама. Класс. Мне вот очень нравится вся такая. В принципе, композиция. Вот уже подарок, который не стыдно подарить. Такая вот... Такая вот... Продолжение следует...